Выше только параплан, быстрее только горные спуски. Сноукайтинг точно не для слабаков считают десятки экстремалов Татарстана. Сегодня они собрались на финал Кубка Волги. Здесь решится, кто из любителей самый профессиональный. У нас есть время ограниченное световым днем. То есть соревнования идут до 4 часов. И до этого времени необходимо пройти все точки. Со въезда в Казань мимо аэропорта и танкового полигона во всем полагаясь только на ветер. Лучшего друга кайтера, если он сильный, и врага, если штормовой. Все-таки требуется хорошее владение кайтером, хорошее понимание ветра. Разгоняться от нуля до 70 километров в час. Но у кайтера позволяют вот такие вот парашюты. Они сделаны из специальной ткани, которая ловит малейшие дуновения ветра. Но в то же время из-за своей особой конструкции позволяет спортсменам держаться только своей волны. Уже год на одной волне с кайтерами и некогда горнолыжник Александр Сидоров. Это его первые соревнования. Но здесь вместо гор равнины, а вместо палок парашют. Катаешься, в свое удовольствие. Вместо лыж не надо напрягаться. Запустил кайт и поехал. Это уже Нижнекамские гонки по Каме. На скорости способны обогнать даже снегоход. Эти экстремалы не боятся получить травм. Ведь сюда приходят только те, кто понимает, что сноукайтинг тоже экстрим. Может поэтому и единомышленников пока не так много. Есть люди, которые хотят начать, потом чего-то пугаются и это дело у них не идет. Да, они боятся. Главное не бояться верить в себя. Борды, парашюты и форму кайтеры покупают сами. И сами же строят маршруты для гонок. Ведь только они знают, где свободно проедешь со стропами, а где самые долгие воздушные коридоры. Рамиль Шайдолин, Игорь Романов, Светлана Шумкова, ТНВ, Казань, Нижнекамск. Редактор субтитров А.Семкин